С апреля этого года жители села Луговое в железнодорожном районе Ульяновска буквально задыхаются от запаха химикатов. Вблизи жилых домов на месте бывшего совхоза начало функционировать предприятие по переработке пластика «Чистый город». Был только цех по переработке, сортировке мусора, но в последнее время мы стали замечать оттуда какой-то дым, гарь, пахнет пластиком, химическими какими-то элементами. Буквально на прошлой неделе запах сжигаемого пластика стал невыносимым и жители забили тревогу. Обратились в природоохранную прокуратуру. Представители структур вместе с администрацией приехали в Луговое накануне и встретили жесткий отпор охранников организации. Когда местные жители попытались показать приехавшим горы мусора, охранники вели себя крайне агрессивно, пытаясь выбить камеру из рук оператора пресс-службы. Ты что снимаешь? Тебе что надо? Я не вас снимаю, я снимаю сотрудника. Нет, ты сейчас снимаешь, отворачиваешься, снимаешь. Тебе сломать? Тебе потом лицо можешь сломать, а? Так, вы мне, пожалуйста. Вы мне. Тихо, тихо, тихо. А на вас так же нападали? На нас с собакой. На собаку, беззабавникой. Даже ко мне я стоял с телефоном, он мне вышибал вот так вот руку вместе с телефоном. А собаку держал, вот так вот на одном пальце. Собака там теленок. А где сладкий человек? Стоит отметить, что у компании-арендатора имеется лицензия на переработку пластиковых отходов. Однако, по договору, арендаторы могут занимать лишь ангар. Отходы же размещаются на соседнем участке. Отходы – это канистры, в которых находились пестициды и гербициды. Возможно, что лицензии выдается на конкретное место, на конкретный адрес. Есть ли лицензия на деятельность по данному адресу, мы тоже своим пока удержать не можем. С чистым городом был разговор. Я их предупреждал, что территорию нужно очистить. Это было еще в мае месяце. Они мне сказали, что в течение месяца все это будет устранено. Но ситуация такая, что, видно, ребята не справляются с данным объемом работы. Незамедлительные меры предприняли и в областном правительстве. Сегодня Александр Смекалин провел профильное совещание с участием жителей, администрации, Министерства экологии и надзорных органов. Конкурсный управляющий будет проинформирован о нецелевом использовании арендатором площадей. Будет определена правомерность использования земельного участка. Александр Смекалин поручил экологическим службам произвести замеры воздуха, воды, почвы и отходов. Сегодня при участии природоохранной прокуратуры и ОМВД отходы будут вывезены на площадке одного из регоператоров, имеющего соответствующую лицензию. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.